Аграрии республики испытывают давление из-за действий скупщиков сельхозугодий. Об этом на заседании Комитета госсобрания по аграрным вопросам, экологии и природопользованию сообщил вице-премьер глава Минсельхоза республики Ильшат Фазарахманов. Спекулянты участвуют в аукционах по направо аренды и покупку земли или скупают земельные паи напрямую у жителей села. Один пай равен примерно 6 гектарам и стоит от 100 до 130 тысяч рублей. Скупка земель приводит к тому, что крупные сельхозпроизводители, которые годами работали на арендованных полях, рискуют их лишиться и затем будут вынуждены выкупать эти же земли у посторонних бизнесменов и компаний. Для того, чтобы обезопасить себя, им также необходимо участвовать в торгах. Это приводит к выводу оборотных средств и оформлению дополнительных кредитов. Атакам подвергаются и госпредприятия, в частности МТС «Центральная». Местные фермеры, другие предприятия пытаются и еды отобиваются, они выкупают паи и наши предприятия потихоньку уходят. Поэтому они тоже присутствуют. Поэтому нам приходится сегодня содержать целый штат юристов для того, чтобы сегодня на МТС «Центральной» заниматься, защищаться, чтобы на тех полях, которые мы в ближайшие последние годы обрабатывали, вкладывали, это 5 лет, Вадим Васильевич, вкладывать надо на землю, а тут на готовую приходят, это землю забирают. Причем юридически правильно все это делают. Министр сельского хозяйства отметил, что власти заинтересованы в том, чтобы спекулянты не участвовали в торгах по продаже земель. Их скупка в инвестиционных целях приводит к выводу этих участков из оборота, росту затрат для реальных сельхозпроизводителей и конфликтам в сельской местности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова